Третий день забастовки в село Назаровска. Молоко продолжаем не сдавать. Молоко за копейки не отдают, пока сепарируют, чтобы не пропало. Жители Михайловского, Волчхинского районов закупочная цена в 15 рублей не устраивает, требует повысить. Но в краевом минсельхозе ничего обнадеживающего им не говорят. Мы не сможем ничего сделать. Хотя бы сможем затормозить, чтобы они больше не снижали. То, что варит продукцию, в самом деле на молозаводах лежит нереализованной зимы. Выйти на минсельхоз нам не удалось. Зато представители молочных заводов от комментариев не отказываются. Говорят, рынок потребления упал, молока стали пить меньше. Люди экономят. Вот оно и обесценилось. Такая ситуация не только в России, но и во всем мире. Причина все та же – коронавирус. Сейчас просто сырье не востребовано, так как продукция не востребована. Сегодня все склады затарены. Даже сегодня хранить уже практически негде. Рано или поздно восстановится рынок. Когда восстановится, просто этого молока уже не будет. Потому что частный сектор может вырезать стадо. Для заводов такое развитие тоже нежелательно. Но, объясняю, тут они бессильны. Некоторые фермеры из ближайших районов нашли выход – организуют небольшие торговые точки на улице. Причем цена за литр молока ниже, чем в магазине. Да и жирность выше. Вот один из ларьков, где продают деревенское молоко. Но, как мы видим, никакой очереди желающих купить натуральное молоко здесь нет. А это уже торговая сеть. Здесь представлен огромный выбор молока. И желающих его купить здесь гораздо больше. На состав уже и не смотрят. Просто кладут в корзину. Покупатели говорят, что они и рады покупать натуральное молоко. Но оно недоступно. У нас есть в Барнауле сеть магазинов, которые именно фермерская. Но поблизости, то, что ближе к дому, таких я не видела. Поэтому чаще обращаемся туда, где доступно к жилью. И в магазины, какие ходим, там такое молоко и берем, предпочитаем. Вот два пакета молока. Состав у них одинаковый. Жирность тоже отличается в цене почти в два раза. То, что подороже, еще как-то напоминает молоко. Ну а то, что подешевле, напоминает воду, только белого цвета. Это не молоко. Что это? Это, ну я не знаю, может пальмовое масло там или что-то еще. Но оно дороже нашего настоящего молока в разы. А ну только кроме вреда, я думаю, ничего оно не принесет. Так что производители молока и городские покупатели, а их в крае большинство, смотрят на проблему по-разному. Главное, чтобы разница взглядов не поставила на колени молочный бизнес частников и все сельское хозяйство. Валентина Скирова, Илья Халяпин. День с толком.